Никто из них не гордится своей работой. И многие боятся, чтобы родные не знали об этом промысле. Открыто! Здравствуйте. Разрешите представиться. Князев Николай Николаевич. Вас, я знаю, наблюдал вашу работу дважды. Здравствуйте. Садись. Спасибо. Подожди-ка. Ну что, ты разбрасываешь, убери. Да вы присаживайтесь. Спасибо. А номерок-то не очень. Я, собственно, вот что. Хотел пригласить вас к себе домой. Зачем? В гости. Чайку попьем. Я тут недалеко живу. Шесть остановок на автобусе. Штуку вам одну любопытную покажу. Интересуйтесь новыми открытиями? Нет, не интересуемся. Ну, просто так. Пойдемте. Зачем? Да в гости? Боже мой. Чего тут такого-то? Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих. Слушай. Чего тебе надо, а? Гриша. Чего тебе надо, а? Заглокни. Зачем обижаться-то? Я не обижаюсь. Ну, с другой стороны, не пойму. А я объясняю. Пойдемте ко мне в гости. И будет как раз с той стороны, с какой... Не пойду. Не хочу пить чай. Ясно, нет? Да почему? Слушай, выйдем, а? Гриша. Молчи ты. Давай выйдем. Куда? В коридор. Там объясни, что тебе нужно. Зачем? В коридор-то? Я здесь объясню. Лучше там. Гриша! Раньше, не подумайте, что я чего-нибудь тут преследую. Просто мне захотелось поговорить с приезжими людьми. Гриша. Гришенька, ты же свободен. Извините, а я не могу, потому что мы уезжаем завтра. Мне нужно вечерить. Я знаю, что вы завтра-то уезжаете. Я потому и пришел. Извините, что так неловко получилось. Хотел как лучше. Вас, наверное, покоролю, что я хихить стал. Так от смущения. Все же вы люди знаменитые. Да ладно, что там? В гости так в гости можно сходить. Сходи. А я пока вещи сберу. Пойдемте. Посмотрите, как живут провинциалы. Двери закрой. А то эти все равно так лежите. Чего? А? Угу. Вперед. Вперед. Тише. Ай, господи. Столица небесная. В чем дело, а? Вас как по батюшке-то? А? Чего тебе надо, я спрашиваю? А? Ха-ха-ха-ха-ха. Да вы что, испугались что ли? А? Чего надо, я спрашиваю? Я, знаешь, этих штук вот здесь не люблю. Ай. В гости приглашаю. На чай. Вон мой дом, у самой воды рукой подать. Дома сестра, телевизоры. Ну. Сестра, манера какая-то странная, хихикаешь все время. Сейчас налево. Манера-то, заметил, манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься, побьешься об нее головой и начнешь хихикать. Сперва за это отличается, хочется ругаться, а потом уже смешно. Направо. Тормозите, стоп! Приехали! Вы про Спинозу что-нибудь слышали? Про кого? Про Спинозу. А, этот, конечно, композитор. Мыслитель такой был, не композитор, а мыслитель, философ. Так вот, приехал как-то Спиноза в один городок, приехал, поселился у каких-то людей, целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как, сразу насмех. Глядите, мол, человек ничего не делает, только пишет. Что остается делать в Спинозе? А, это ты спрашиваешь, что ли? Спрашиваю. Что делать, к мыслителю-то? Ну, что делать, что делать? Ну, то, что и делал, ну, мыслить. Ну, писать, что ты? Писать, писать. Это легко сказать спустя триста лет, а ведь он тоже был живой человек, его эти самые, как вы говорите, штуки тоже из себя выводили. Я хотел бы вас только предупредить, у меня сестра, она не слишком приветливая, так что не обращайте внимания, если она будет неудовольствием. Ну, может, если не приветливая, то лучше не ходить? А? А что делал Спиноза? Что? Смелее, артист. Пусть нас осудят потом, если исторически окажутся умнее нас. Не бойтесь. Да я не боюсь, но попёрся к вам зря, это уж точно. Как сказать. Прямо? Как сказать. Прямо и налево. Ну, куда жопа два-то, ну-ка? Это товарищ из госцирка, ты приготовь нам чайку, а мы... Здрасте. ...побеседуем. Сюда, товарищ Когородов. Извините. Тут головой не ударься. Ещё одна жертва. Давай. Не обращайте внимания. Проходите. А зачем столько телевизоров-то? Ремонтирую. Спиноза стёкла шлифовала, а я вот паяю. Тем самым зарабатываю на хлеб насущный. Гражданам по мелочам ремонтирую. А мастерская у нас маленькая, приходится домой брать. Да вы, вы садитесь. Вы садитесь. Я не люблю, когда стоят. Садитесь. Чая, возможно, не будет. Может, и будет, если совесть проснётся. Вы садитесь. Я не люблю, когда стоят. Садитесь. Здесь труд многих лет. Это размышления о государстве. О чём? Мне нужно полтора часа вашего времени. Я прошу. Я очень тебя прошу. Не надо нам твоего чая. Но не нервничай, пожалуйста. И не психуй! Господи, теперь будет сыночка на родине. Психуем. Государство это очень сложный организм. Чтобы извлечь из него пользу, надо... Оно требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке, но тут моя ошибка. Нужно было свой дом строить. Я жду, когда она замуж увидит, а она ждёт, когда я женюсь. Вот и невеста у меня с почты приглядела. Вот эта вот Люба. Серьёзная женщина и мальчик у неё славный. Но это всё так. Ладно. Вот здесь, собственно, и есть осмысление государства. Вот, глава первая. Схема построения целесообразного государства. Государство это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причём этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем. Мобилизуйте вашу фантазию и будем нанизывать явление, которое нельзя пощупать руками. Русский человек любит всё потрогать руками. Так он поймёт, что к чему. Мыслить категориями он ещё не привык. Вам смысл есть, на чём я читаю? Вам ясно? Представим себе, это огромное здание в разрезе, а население этажей в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, всё здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже Х уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие. Перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получают дополнительную нагрузку. Закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия. На пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос. Где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи. Люди доброй воли плюс современная техника установлено. Провисло на этаже Y. С пульта управления... Вы это серьёзно? То есть? Вы этим серьёзно занимаетесь. До свидания. Ну что ты дурака валяешь? Ну неужели к тебе никто не говорил? Я понимаю. Двигатель, мотоцикл это конкретно, предметно. Центробежную силу тоже в конце концов себе можно нафантазировать. Тут другое. Так ведь? До свидания.